Продолжаем программу. 17 мая 1937 года. Нарком путей сообщения Лазарь Каганович подписал указ о ревизорах по безопасности движения. Это и стало точкой отчета не очень видимой и не афишируемой профессии на железнодорожном транспорте, представители которой в этом году отмечают 85-летний юбилей. Есть свое ревизорское подразделение и в управлении логистики ПАО ММК. Чем живут, что делают ревизоры ЖДТ и стоит ли бояться классического «К нам едет ревизор» в репортаже Игоря Гурьянова. Нам можно сказать по-репортерски повезло. Не часто при съемочной группы так совпадает с заявленной тематикой. В ревизорской службе управления логистики идет разбор инцидента, случившегося накануне в районе ККЦ. Особо волнительных спешим успокоить. Ситуация хоть и не штатная, но не чрезвычайная и слегка типичная. Представители цеха имеют одно мнение по произошедшему, железнодорожники другое, третейский судья, арбитр этого спора, ревизор. Разбирается любая мелочь от скорости движения до исправности колесных парасигналов. Повезло еще и потому, что таких явных иллюстраций работы ревизоров по пальцам пересчитать. И суть работы этого важного, хоть и незримого звена, поменьше бы таких картинок. Лучше бы их совсем не было. Но это утопия. Главный ревизор управления логистики Юрий Казаковцев категорически против приписывания ревизорской службе карательных функций. Потом мы еще не раз услышим, что задача ревизора не наказать за нарушения, выявить причины и предпосылки, разработать рекомендации, словом, помочь. Работа у нас не кабинетная, то есть в кабинете мы находимся очень мало времени. Работа на железнодорожных районах, на путях, плюс, соответственно, 24 на 7 это в случае каких-либо транспортных инцидентах. Оперативно выезжаем, расследуем эти инциденты и уже к виновнику применяем какие-то корректирующие действия. Без преувеличения можно сказать, что в ревизоры попадают самые опытные работники, прошедшие все ступени карьерной лестницы. Юрий Соколов, сейчас проверяющий один из тупиков на коксохимии, яркий тому пример. Начинал помощником-машинистом, машинистом. Сегодня проверяет один из самых ответственных участков. Погрузку-разгрузку опасных и особо опасных веществ. Техническая подкованность и знание инструкции – это само собой разумеется, считает Юрий. Главное в работе ревизора – это умение общаться с людьми, убеждать их, находить компромиссы. Чем не дипломатия? Тем более, что и у той политической дипломатии и у ЖД-ревизоров схожие цели – не допустить, предотвратить, предупредить, работать до, а не разгребать после. Я занимаюсь перевозкой опасных грузов. Проверяю фронта погрузки, выгрузки опасных грузов. Вот сегодня мы проверили фронт выгрузки нафталина опасного груза. Проверили состояние фронта, железнодорожные пути, состояние эстакады. Работа с людьми, постоянное общение. И, своего рода, быть каким-то наставником для руководителей, специалистов, помогать им в работе. А еще в работе ревизоров не бывает мелочей. Так, на проверенном тупике обнаружено несоответствие покраски башмаков. Соответствующим службам Коксахима будет выписано предписание. Рекомендации ревизоров обязательны к исполнению. Башмаки покрасят. А мы едем дальше. Станция угольная. Название говорит само за себя. Здесь коллективная бдительность умножается на персональную ответственность. Слишком великаться на ошибки или недочета. Безопасно выполнить производственную задачу, не допустив сбоев. Задача, в том числе, ревизорской службы. Ревизорский аппарат помогает нам организовывать безопасную работу в коллективе не только моего второго железнодорожного района, но и в коллективе всего цеха эксплуатации и управления логистикой. Дисциплинированность нашего коллектива – это основа для безопасной работы всего железнодорожного транспорта. 85-летний юбилей службы ревизоры не отмечали. Некогда сказали, что дождутся дня железнодорожника или юбилея ЖДТ МНК осенью этого года. Мы же, общаясь с этими очень особенными людьми, поняли, если у комбинатовских железнодорожников есть ангелы-хранители, то выглядят они как простые ревизоры. Игорь Гурьянов, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.